Сегодня я вас познакомлю с потрясающим местом. Это муниципалитет Тюреса, который находится в округе Стокгольм. Раньше здесь было поместье, и самые первые упоминания об этом поместье датируются XIV веком. Сегодня мы погуляем по роскошному парку, заглянем во дворец, перекусим в кофейне и насладимся потрясающей красотой вокруг. Добро пожаловать! В этом видео я хочу вас познакомить с потрясающим местом, которое находится где-то рядом со Стокгольмом. Это муниципалитет Тюреса, как я уже сказала, и мы посетили парк при дворце и сам дворец Тюреса. Что интересно, что это здание существовало в средние века и уже в XIV веке было одним из крупнейших поместьй в районе Стокгольма. Вот эти дома, которые вы сейчас видите, были просто для тех людей, которые содержали парк и дворец Тюреса. Сейчас это частное владение, там живут самые обычные люди. И перед тем, как я вас познакомлю с историей дворца, мы с вами заглянем в винтажный магазин, о котором я не знала, когда была тут в прошлые разы. Вот сейчас решила заглянуть, он был открыт. Конечно же, там старинные вещи, вот смотрите все сами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь же рядышком находится мини такая оранжерея, где можно купить цветы. И как, впрочем, много таких есть теплит в Стокгольме, я такое место обожаю. И вот заглянули сюда, тоже показываю вам, что тут есть. Тут какие-то находятся безделушки для вашего сада, огорода, какие-то оригинальные вещи. То, чего вы не найдете в самых обычных магазинах, типа Bauhaus, каких-то вот больших таких магазинах. Здесь такое все милое, все хочется купить, но я всегда себя сдерживаю, чтобы не сделать этого. В общем, тоже милейшая атмосфера, обстановка, можно купить некоторые растения. Некоторые растения, кстати, меня даже удивили, я не все из них видела и знаю. Ну, вот для тех, кто любит садоводство, это просто место must visit в Стокгольме. Не только эта вот теплица, но у меня на канале еще есть несколько рассказов о таких атмосферных местах, где можно походить в тишине, насладиться, еще что-нибудь красивое купить. Ну, а пока вы смотрите, давайте я вас понемногу уже буду знакомить с тем местом, куда мы, собственно, приехали. Поместье Тюреса существовало уже в средние века, и в 14 веке это было одно из самых крупных поместьй в районе Стокгольма. Нынешний замковый комплекс был построен в начале 17 века, а в 1892 году это поместье купило чета, лагерь Гренов, Каролина и Класс. Каролина была зажиточной американкой, а Класс имел титул маркиза, который ему был дан папой в Риме. Маркиз нанял известного архитектора, чтобы вернуть замку вот тот роскошный, великолепный вид с вершинами и башнями. Сельскохозяйственные постройки, которые были на берегу озера, а здесь же вот рядом есть озеро, они были снесены, чтобы освободить место для садовых хозяйств, а на суше были построены новые жилые дома для рабочих, которые я вам показывала в самом начале видео. Когда маркиз умер в 1930 году, он приказал этот замок и парк передать Северному музею или Музею Северных стран, как его еще называют, Нулиска музеет, вот кто по-шведски знает. И таким образом с 1930 года это собственность, собственно, этого музея. А парк замка Тюреса считается первым английским парком страны, и сегодня это место, куда ходят с экскурсиями, где вы увидите множество необычных каких-то захватывающих тропинок, фантастические виды, ландшафты просто удивляют. И вот, кстати, мы проходим через этот парк еще в один ресторанчик. Один ресторан есть в самом замке во дворце, вот мы там перекусили, и я хочу еще вам показать один ресторанчик, который находится на таком островке маленьком. К нему нужно идти через парк, переходить через небольшой мостик, и это место, вот знаете, если вы точно хотите тишины, спокойствия, побыть наедине с собой, насладиться шикарными видами, вот вам точно нужно сюда. КОНЕЦ КОНЕЦ Так как территория этого поместья огромная, мы не смогли обойти всю, но я вам скажу еще об одной особенности, и вы когда будете, обязательно вспомните об этом. Многочисленные пребывания семьи, вот это и лагерь Гренов в Италии, тоже повлияли на их вкус и то, как устроен парк. Вот здесь, в этом парке, есть ренессансный сад в итальянском стиле, с террасами из натурального камня. Но в настоящее время этот объект находится на реставрации, поэтому мы не смогли посмотреть его, но когда вы будете, обязательно вспомните об этом и посмотрите, там интересно. Сейчас мы находимся в замке, и просто несколько слов расскажу об этом замке. Вот супруги класса и Каролина Лагер Гренов обустроили эту великолепную резиденцию для себя и своих сыновей в здании, за которым стояло несколько поколений, в котором жило несколько поколений. И вот они сохранили исторические интерьеры, но в то же время они установили телефоны, старинные вот такие телефоны, современные отопительные элементы и ванные комнаты. Продолжение следует... И информация, которая, возможно, вам пригодится, хотя ссылку на сайт этого замка я вам оставлю в описании к видео. Но все-таки имейте в виду, что замок открыт не все время для посещения, экскурсии. Нужно бронировать, может быть, в день посещения, как я это сделала, или заранее на сайте, но точно вы не сможете прийти в замок, вот как вы захотите, так и придете. Там есть определенные часы работы. Кофейни тоже работают мне круглый год. Нужно бронировать. Вот та кофейня через мостик, который мы проходили, работает июнь-август летом, то есть и все. Дальше она будет закрыта, недоступна, поэтому только видео остается и смотреть вам, если вы не будете в Стокгольме летом. В замке есть сувенирный магазин, есть спа-комнаты. И обо всем этом вы тоже можете узнать на сайте, потому что здесь я обо всем не расскажу, не хватит времени и уточнять нужно в любом случае на сайте перед моментом вашего посещения. Но то, что вы всегда сможете посетить, это парк, который работает круглогодично, в любое время года, в любую погоду вы сможете приехать, погулять на территории парка. Это то, что бесплатно и то, что всегда вам будет по душе, потому что парк потрясающий, особенно осенью. Это все, о чем я вам хотела рассказать сегодня. Надеюсь, я вас вдохновила посетить это замечательное место. Приезжайте обязательно, если вдруг вы тут еще не бывали. А мы с вами увидимся уже через неделю в моем следующем видео. Па-па! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!